Добрый день, уважаемые коллеги! Уверена, что вы со мной согласитесь, что всё в жизни находится в тесной взаимосвязи. Это касается абсолютно всех происходящих событий и последствия неправильно принятых решений могут трагично отразиться на всех последующих событиях. Это также справедливо и в отношении лечения больных, в частности с плоскоклеточным раком головы и шеи. В этом аспекте своевременность назначения противоопухолевых средств является ключевой задачей химиотерапевта. На каких же этапах могут использоваться противоопухолевые препараты в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи? Встречаясь с больным, имеющим местно распространённый процесс и ещё не получавшим никакого лечения, первый вопрос, на который должны ответить члены мультидисциплинарной команды, это является ли процесс резектабельным. Если процесс резектабельный, то больному в первую очередь будет предлагаться хирургическое вмешательство. Для больных с исходно нерезектабельным процессом будет рассматриваться лечение на основе лучевой терапии. Однако среди этих больных существует определённая подгруппа, которым в качестве первого этапа комбинированного лечения может быть назначена индукционная химиотерапия. Традиционно эта группа ограничивается пациентами с исходно нерезектабельным процессом, но которым может быть предложена достаточно интенсивная терапия. Однако создаётся впечатление, что эта группа может быть расширена за счёт пациентов, которым при меньшей исходной распространённости процесса объём хирургического вмешательства предполагает выполнение органа уносящих операций. Введение цитостатиков в качестве полноценных курсов индукционной химиотерапии в сравнении с их использованием одновременно с лучевой терапией позволяет интенсифицировать объём лекарственной терапии, в том числе оказывая более адекватное воздействие на микрометастазы. Важнейшим исследованием, позволившим всесторонне изучить роль индукционной химиотерапии, явилось исследование ГИ, объединившее 420 пациентов, опубликованное в 2015 году. Это исследование позволило оценить как роль индукционной терапии, так и определить наилучший вариант последующей химио-лучевой терапии. Итак, все больные в равной пропорции делились на две группы. Одной проводилось на первом этапе лечения. Три курса индукционной химиотерапии в режиме ТПФ отдали химио-лучевую терапию. Вторая группа сразу получала химио-лучевую терапию. Более того, химио-лучевая терапия проводилась в одном из режимов с добавлением цисплотина или цитоксимаба. Первичной конечной точкой являлась трёхлетняя выживаемость в зависимости от проведения индукционной химиотерапии. И исследование оказалось успешным. При сравнении групп в зависимости от проведения или отсутствия индукционной химиотерапии, независимо от варианта последующей химио-лучевой терапии, было зарегистрировано достоверное преимущество при назначении индукционной химиотерапии в отношении общей выживаемости. Так, медиана общей продолжительности жизни в группе индукционной химиотерапии составила практически 55 месяцев, тогда как в группе без неё лишь 32 месяца. К трёхлетнему рубежу оставались живы 57,5% больных из группы индукционной химиотерапии и только 46,5% пациентов группы сравнения. Улучшение показателей было отмечено и в отношении времени до прогрессирования заболевания, которое оказалось на целый год больше, чем у больных, не получавших индукционной химиотерапии. Кроме того, в полтора раза больше больных продемонстрировали полный ответ на проводимое лечение, если оно начиналось с индукционной химиотерапии. Таким образом, индукционная химиотерапия может быть предложена только отобранной группе пациентов, в том числе с локализованным процессом, если целью является сохранение органа. И единственный режим индукционной химиотерапии, который доказал свою эффективность, это трехкомпонентная комбинация доцитоксела, цисплатина и инфузий-5-фторкурацила. Те же больные, которым не могут быть предложены локальные методы лечения, принципиально делятся на две группы. Больные, опухоли которых могут быть отнесены к платине чувствительным, в случае рецидива после комбинированного лечения, включавшего препараты платины, через 6 и более месяцев, или при рецидиве без предшествующей терапии препаратами платины, а также первичном метастатическом плоскоклеточном раке головы и шеи. Вторую группу составляют больные с опухолями рефрактерными к препаратам платины. В случае, если рецидив развивается после комбинированного лечения, включавшего препараты платины, менее через 6 месяцев или прогрессирование заболевания наблюдается на фоне платины, содержащей химиотерапии. При платиночувствительном опухолях наиболее эффективным режимом лекарственной терапии является комбинация препаратов платины и 5-фторурацила с цитуксимабом. Преворхозство комбинации цитостатиков с цитуксимабом было продемонстрировано в рандомизированном исследовании X3, где одной группе больных проводилось только 6 курсов химиотерапии, а второй дополнительно назначался цитуксимаб, введение которого продолжалось после завершения химиотерапии вплоть до прогрессирования заболевания. Основной целью было увеличение общей продолжительности жизни. Исследование достигло первичной цели. Было продемонстрировано достоверное увеличение медиальной общей продолжительности жизни при добавлении цитуксимаба и на долгие годы продолжительной жизни в 10 месяцев оставалось основным ориентиром в оценке эффективности новых лечебных режимов терапии. Помимо этого, добавление цитуксимаба привело также к достоверному выигрышу с точки зрения беспрогрессивной выживаемости. Важно, что режим оказался высокоэффективным независимо от HPV статуса опухоли, хотя наибольшее преимущество было отмечено в подгруппе больных, опухоли которых были ассоциированы с пепеломовирусной инфекцией. Однако все практикующие онкологи знают, насколько неудобно применение многосуточных инфузий 5-фторурацила. К тому же эти введения характеризуются значимой частотой развития муквозитов. В связи с этим изучалась возможность замены 5-фторурацила на токсановые производные. На Конгрессе АСКО 2019 года были представлены результаты прямого сравнительного исследования двух режимов. Режима из исследования «Экстрим», который так и принято называть, и исследовательского режима ТПЕ, в котором инфузии 5-фторурацила заменены на «Доцитоксел». В дополнение к этому исследовательский режим предполагал введение не шести, а лишь четырех курсов химиотерапии с последующей поддерживающей терапией цитоксимабом также в более удобным режимом введения один раз в две недели. Основной целью была оценка общей продолжительности жизни. И оказалось, что оба режима обеспечили схожие результаты не только по показателю медианы общей продолжительности жизни, а также и медианы времени до прогрессирования заболевания и частоты объективного ответа. Однако исследуемый режим терапии имеет более благоприятный профиль безопасности. Таким образом, пациентам с платино-чувствительными опухлями в хорошем функциональном статусе должны назначаться режимы «Экстрим» или ТПЕ как наиболее эффективные опции первой линии терапии. Однако потенциальная эффективность иммуно-онкологических препаратов сделала их привлекательными компонентами для изучения новых режимов лекарственной терапии при нерезитабельном полоскоклеточном раке голове-шеи в качестве первой линии терапии с целью как увеличения эффективности в сравнении с тяжелым режимом «Экстрим», так и снижения токсичности. На международных конгрессах были доложены результаты исследований КИНОП-048, которые легли в основу регистрации идей нового режима лечения. Это исследование с довольно сложным дизайном, авторы которого ставили перед собой несколько принципиально важных для клинической практики задач. Определить возможность замены тяжелого режима химиотерапии первой линии, режим «Экстрим» пембролизумабом в монорежиме, а также оценить целесообразность замены цитуксимаба на пембролизумаб в режиме из исследования «Экстрим». Напомню, это комбинация платины, инфузии 5-2-рацилы и еженедельных введений цитуксимаба. В исследовании разрешалось включать больных независимо от уровня экспрессии PDL, однако образцы опухоли должны были быть доступны для изучения. Первичной целью была оценка общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования заболевания в зависимости от уровня экспрессии леганда PDL1 на опухолевых и иммунокомпетентных клетках. Высоким считался уровень экспрессии более 20. Итак, первая часть этого протокола оценивала сравнительную эффективность монорежима пембролизумаба и режима «Экстрим». Оказалось, что статистически значимого увеличения общей выживаемости удалось достичь в подгруппах CPS более 20 и более 1. Последующие результаты касаются группы комбинированного лечения. Оказалось, что при замене цитоксимаба на пембролизумаб выигрывают больные как при высоком уровне экспрессии PDL, CPS более 20, так же, как и при CPS более 1, и главное, было показано преимущество в общей популяции больных, получавших исследовательский режим лечения. В этом году на Конгрессе АСКО были представлены дополнительные данные по оценке времени допрогрессирования заболевания на последующей линии терапии. Вновь оказалось, что преимущество в отношении медианы ВБП-2 было показано в группе CPS более 20 и более 1%, но не в общей популяции при использовании монотерапии пембролизумабом. А вот при комбинации пембролизумаба с химиотерапией преимущество в сравнении с режимом EXTREME в отношении ВБП было показано для всех изученных подгрупп. Ещё один очень важный анализ, представленный в этом году, касался преимущества от использования пембролизумаба как в режиме монотерапии, так и в комбинации с цитостатиками в зависимости от наличия лишь нерезиктабельного рецидива или присутствия отдалённых метастазов. Оказалось, что выигрывали от этого лечения лишь пациенты, имеющие отдалённые очаги болезни. Но наиболее сложная клиническая ситуация относится к пациентам с платинорефрактерным плоскоклеточным раком головы и шеи. Лечебные опции для этой группы больных крайне ограничены и наибольшие ожидания связаны с эффективностью иммуно-онкологических препаратов, которые используются в монорежиме и не требуют предварительного исследования уровня экспрессии PD-L1. Позитивные результаты рандомизированных клинических исследований третьей фазы получены для Ниволумаба и Пембролизумаба. Оба протокола объединяли довольно схожую популяцию пациентов, хотя существовали, как потом оказалось, и важные нюансы, обнаруженные при детальном последующем анализе. В исследовании Checkmate 141 исследовательская группа получала Ниволумаб, а группа сравнения могла получать метатриксат, доцитоксил или цитоксимаб по выбору врача. Основной целью была сравнительная оценка общей продолжительности жизни. Протокол Кейнот 040 изучал сравнительную эффективность Пембролизумаба, группа сравнения могла получать те же препараты по выбору врача, что и в исследовании с Ниволумабом. И основной первичной конечной точкой также была общая продолжительность жизни. При анализе полученных результатов оказалось, что несмотря на то, что в цифровом выражении наибольший показатель медианы общей выживаемости был отмечен у пациентов, получавших Пембролизумаб, тем не менее, в отличие от Ниволумаба на момент первичного подведения итогов, статистической достоверности преимущества Пембролизумаба на терапии по выбору врача в исследовании Киенот 0,40 достигнуто не было. А вот при более длительном наблюдении за больными удалось продемонстрировать статистически значимое преимущество от монотерапии Пембролизумабом. Результаты обновленного анализа были опубликованы в 2019 году. Помимо оценки первичной цели, в последующем авторы провели большое число подоанализов, которые оценивали эффективность терапии в зависимости от различных характеристик опухоли, от которых мы скажем несколько позже. Исследование Checkmate 141 позволило авторам сделать вывод о выигрыше в общей выживаемости при назначении неволумаба вне зависимости от статуса P16 и экспрессии PDL1. В отличие от этого, уже при первичном анализе оказалось, что преимущество от использования Пембролизумаба отмечалось при наличии CPS более одного и его эффективность нарастала при увеличении уровня экспрессии леганда. Обновленный анализ 2019 года подтвердил влияние уровня CPS, это общее число клеток, имеющие леганда PDL1, клеток опухоли и иммунокомпетентных клеток на показатель общей выживаемости. Вновь было отмечено, что при уровне CPS более одного наблюдалось преимущество Пембролизумаба на терапии по выбору врача. А вот в группе без экспрессии леганда были получены абсолютно схожие результаты независимо от варианта терапии. Далее авторы попытались понять, играет ли роль экспрессия PDL изолирована на клетках опухоли и вновь была получена аналогичная закономерность. Только при уровне экспрессии на половине опухолевых клеток и более отмечалось преимущество от использования Пембролизумаба. Причем в этом случае было зафиксировано наибольшее снижение риска смерти на 47% с высочайшим уровнем достоверности. Еще один поданализ был посвящен влиянию предшествующей терапии на проводимое лечение. Получились, на мой взгляд, довольно неожиданные результаты. Оказалось, что подгруппы больных, ранее получивших лучевую терапию, имели преимущество от терапии Пембролизумаба в сравнении с другими лекарственными средствами. А вот группа без предшествующей лучевой терапии такого преимущества не имела. Это все очень важные выводы, которые нам очень полезны для повседневной практики. Еще один интересный вывод был сделан при оценке влияния распространенности процесса. И вновь, на мой взгляд, довольно неожиданный вывод. Эффективность Пембролизумаба оказалась выше терапии по выбору врача только в подгруппе больных, имеющих отдаленные метастазы. При нерезиктабельном рецидиве эффективность всех вариантов лечения оказалась одинаковой. Таким образом, можно заключить, что платино-рефракторный плоскоклеточный рак головы шеи характеризуется крайне низким показателем общей продолжительности жизни. Иммунотерапия сегодня является наиболее предпочтительным вариантом лечения для этой группы больных. Вероятнее всего, независимо от статуса HPV, но эффективность возрастает при увеличении уровня экспрессии ПДЛ. А подводя итог к сегодняшнему обсуждению, хочется резюмировать, что лекарственная терапия при плоскоклеточном раке головы шеи является эффективным методом, и ее различные варианты могут успешно применяться в различных клинических ситуациях. Для повседневной практики нам необходимо помнить, что плоскоклеточный рак головы шеи объединяет разнородную группу пациентов. Индивидуальный план лечения для больного должен формироваться с учетом ряда прогностических факторов, предсказывающих эффективность лечения. На мой взгляд, ПДЛ-тестирование для этого вида опухоли следует вводить в рутинную клиническую практику, что в ближайшем будущем позволит максимально грамотно стратифицировать варианты лечебных режимов первой и последующих линий. Благодарю за внимание. Продолжение следует...